Особенно важно это помнить тем, кто без оглядки и стеснения предоставляет свою территорию для размещения американского оружия. В послании Путин им тоже уделил внимание. Они так аккуратненько, но всё-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу. Сперва начали разработку и применение ракет средней дальности, присвоив им для отвода глаз наименование ракеты-мишени для целей ПРО. Затем приступили к развертыванию в Европе универсальных пусковых установок МК-41, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности «Тамагавка». Сейчас это самый острый вопрос российско-американских отношений. Россия вынуждена делать ответные шаги, разрабатывать высокоэффективные оборонительные системы. По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлётному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России. Знаем, как это сделать и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными. Не думаю, что международная обстановка сегодня такова, что требует дополнительного и безответственного обострения. Мы этого не хотим. Что здесь хочу добавить? Американские коллеги уже пытались получить абсолютное военное превосходство с помощью глобальной ПРО. Нужно оставить подобные иллюзии. Ответ с нашей стороны всегда будет действенным и эффективным. Год назад, когда президент в ходе предыдущего послания Федеральному собранию рассказал о новейших разработках оружия, многие не поверили. Слишком революционными выглядели те решения. Но не может ракета лететь в атмосфере с космической скоростью. Оказалось, может, не нарушая законов физики. И это не мультики. Гиперзвуковой маневрирующий боевой блок «Авангард» к тому времени уже прошёл все этапы испытаний. В течение года были завершены подготовительные работы. И вот «Авангард» уже производится серийно. В этом году, как и планировалось, его примет на вооружение первый полк ракетных войск стратегического назначения. Так сказал президент. Стратегический ракетный комплекс пятого поколения с тяжёлой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». Завершены стендовые испытания ракетных двигателей, бросковые испытания. Выполнено более 50 задач. Сейчас отрабатывается ступень разведения боевых блоков. Инженерно-технический персонал РВСН прошёл обучение и готов принять первую опытную партию ракет. Самое главное достоинство новейших российских систем — недосягаемая эффективность. При этом коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы и не только про Соединённых Штатов Америки. «Сармат» — это 200 тонн железа и топлива, которые обеспечивают гарантированную доставку боевых блоков к целям, где бы они ни находились. В том числе через южный полюс Земли, что делает бесполезными системы противоракетной обороны вероятного противника. Говоря по-простому, от «Сармата» спасения нет. Авиационные комплексы с аэробаллистическими ракетами «Кинжал» подтвердили свои уникальные характеристики. И ещё в апреле прошлого года встали на боевое дежурство. «Кинжалы» предназначены для поражения стационарных укреплённых объектов, командных центров, систем ПВО и ПРО, авиатронных баз, а также корабельных группировок. Могут применяться с ядерной боевой частью. Только что завершились испытания, когда «Кинжал» в сложных метеоусловиях поразил несколько мишеней размером с легковой автомобиль на дальности в одну тысячу километров. Истребители-перехватчики, вооружённые «Кинжалами» при поддержке дальней авиации, держат под контролем воздушное пространство над Чёрным и Каспийским морями. Но учитывая характеристики самолёта-носителя и самой ракеты, «Кинжал» при необходимости может уничтожить любую цель на территории Европы. Лазерные комплексы «Пересвет» проходят эксплуатацию в войсках и встанут на боевое дежурство в декабре этого года. Они будут защищать военные объекты от дронов и разведывательных спутников вероятного противника. Весной спустят на воду атомную подлодку-носитель для «Посейдонов» наших подводных беспилотников. И об этом стало известно из выступления президента. Важная новость. Потому что «Посейдон» ещё даже в виде проекта на бумаге вызывал шок и панику у многих западных стратегов. По натовской классификации он называется «Каньон». В ходе испытаний были подтверждены заявленные тактико-технические данные, неограниченная дальность хода на глубине до километра и скорость до 200 км в час. То есть глобальные системы освещения подводной обстановки, это такой подводный аналог системы ПРО, вряд ли смогут «Посейдон» обнаружить, а уж тем более перехватить. А вот «Посейдон» способен одним ударом уничтожать целые авианосные группировки. Ещё президент сообщил об успешном ходе испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой «Буревестник». Задача, над которой инженеры и конструкторы бились более полувека, решена. Это подтвердили и такие серьёзные западные издания, как «Дипломат» и «Бизнес-инсайдер». Заявленная дальность полёта «Буревестника» в десятки раз превышает дальность полёта, например, ракеты Х-101. А траектория, с учётом чрезвычайно продолжительного времени маневрирования, по мнению разработчиков, обеспечивает возможность преодоления любых систем ПВО и ПРО. Работа по созданию новейшего оружия, сказал Владимир Путин, идёт ритмично, без сбоев, по плану. В диалоге супердержав это весомый аргумент. Мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не будем. Подождём, пока и наши партнёры созреют, осознают необходимость равноправного диалога по этой теме. Тем более, что Россия не является главной угрозой для США, так сказал Путин. И добавил, что наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, оборонительный характер. И мы хотим иметь с Америкой равноправные, дружественные отношения. Дмитрий Петров, Ильгиз Хакимов, Вести недели.